Беседа 38. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Иоанн 5.14. Тяжкое зло – грех. Зло и пагуба для души. А слишком усиливаясь, это зло часто касается и тела. Мы остаемся бесчувственными, когда в нас сильно стражит душа. А когда тело получает хотя малое повреждение, то употребляем все усилия, чтобы излечить его от недуга, потому что чувствуем боль. Поэтому-то Бог часто наказывает тело за грехи души, чтобы от наказаний низшей части и высшая получила какое-нибудь врачевание. Так у Каринтиан Павел исправил блудника, удержав болезнь души, казни и тела. Он прекратил зло поразить тело. Подобно тому, как хороший врач, если водяная болезнь или боль в печени не уступает внутренним лекарствам, делает прижигание снаружи. Так и Христос поступил с расслабленным. Вот как Он сам выражает это, когда говорит, вот ты здоров, смотри, не греши, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Чему же мы отсюда научаемся? Во-первых, что болезнь произошла у него от грехов. Во-вторых, что учение о гиене справедливо. И в-третьих, что наказание в ней будет продолжительно, бесконечно. Где же те, которые говорят, я в один час совершил убийство, я краткое время любодействовал, и неужели буду наказываться вечно? Вот и расслаблен, и не столько лет грешил, сколько терпел наказание, и почти целую жизнь человеческую провел в непрерывном мучении. Грехи судятся не по времени, а по самому существу преступлений. При этом надо бы принять во внимание и то, что хотя бы мы претерпевали тяжкое наказание за прежние свои грехи, но если снова впадем в те же пороки, то подвергнемся снова и еще тягчайшему наказанию. Это совершенно справедливо. Кто даже от наказания не делается лучшим, тот, как бесчувственный презритель, предается еще большей казни. И одно наказание само по себе достаточно должно быть для удержания и вразумления падшего однажды. Но если он, не вразумившись от понесенного наказания, снова дерзает на то же самое, то по справедливости снова подвергается наказанию, которое сам на себя навлекает. Если же мы и здесь, после наказания за грехи, впадая снова в те же грехи, подвергаемся уже тягчайшему наказанию, то не должны ли мы тем более страшиться и трепетать в ожидании будущих нестерпимых мук, когда и согрешая, мы здесь не терпим никакого наказания? Почему же ты скажешь, не все таким образом наказываются? Ведь мы видим многих порочных людей, которые хорошо имеют здоровье, и в крепости сил наслаждаются благоденствием. Но мы не должны полагаться на это. А поэтому-то больше и надо бы наплакивать таких людей. Что они здесь ничего не терпят, это и есть залог тягчайшего там наказания. И, въясняя это, Павел и говорит, «Будуще же судимы от Господа наказываемся, чтобы не быть осужденными с миром». 1 Коринфянам 11.32 Здесь только в разумлении. Там наказание. Что же скажешь ты, неужели все болезни от грехов? Не все, но большая часть. Некоторые бывают и обеспеченности. Чревоугодие, пьянство и бездействие также производят болезни. А одно только надо всегда соблюдать, чтобы всякий удар переносить с благодарностью. Бывают болезни из-за грехи. Так видим в книгах царств, что некто страдал болезнен ног именно по этой причине. Случаются болезни для испытания нашего в добре, как Бог говорит Иову. «Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя?» 43.3 «Но почему этим расслабленным Христос выставляет на вид их грехи?» И тому, о котором упоминает Матфея, он говорит, «Дерзай, чадо, отпущаются тебе грехи твои». Матфея 2.2 «И этому, вот ты здоров, смотри, не согрешай более». Знаю, что некоторые говорят в осуждении этого расслабленного, будто он был после в числе обвинителя Иисуса Христа, и потому-то услышал от него такие слова. Но что сказать о том, который по свидетельству Матфея услышал почти те же самые слова? И ему сказано, «Отпускаются тебе грехи твои». Но услышал он это не по той же причине, как можно яснее видеть из последующего. Евангелист говорит, что после исцеления Иисус встретил его в храме, а это знак великого благочестия. Он не ходил на торжище и гульбище, не предавался объедения или беспечности, а проводил время в храме, хотя должен был терпеть там насилие и гонения от всех, но это нисколько не побудило его удалиться от храма. Итак, Христос, встретив его после разговора с иудеями, не сделал никакого намека на что-либо подобное. Если бы он хотел обличить его, то сказал бы ему, «Ты опять принимаешься за прежнее, а после исцеления не сделался лучшим». Но ничего такого он не сказал, а только предостерегает его на будущее время. 243. Почему же, исцеляя храмых и увечных, он не напоминал им об этом? Мне кажется, что болезни у расслабленных происходили от грехов, а у прочих – от естественной немощи. Если же это не так, то через них и то, что сказано им, сказано было и другим. Так как эта болезнь тяжелее всех других, то через большую врачуется и меньшая. Как исцелив некоего другого, Христос повелел ему воздать славу Богу, внушая это не ему одному, а через него и всем другим, так и здесь, через расслабленных, увечевает и всех прочих, и внушает то же, что им сказал. К этому надо мной и то сказать, что он видел в душе расслабленного великое терпение, и потому дает ему наставление, как человеку, могущему принять увещание, ограждая его здоровье и благодеянием и страхом будущих зол. Он не видит, что он освобождает от наказания по достоинству, а выражает, что он спасен под человеколюбие. В противном случае сказал бы, вот ты понес уже достаточное наказание за свои грехи, будь же вперед осторожен. Но он не так сказал, а как, вот ты здоров, не греши более. Это должны мы повторять чаще и самим себе. И когда будем наказаны и освободимся от наказания, то каждый путь говорит самому себе, вот я здоров, чтобы не грешить мне более. А если, продолжая грешить, мы не подвергаемся наказанию, то станем повторять следующее апостольское изречение. Благодать Божия, благость, ведет нас на покаяние, но по жестокосердень и раскаянному сердцу собираем себе гнев. Римлянам 2.5 Но Христос не только укреплением тела, а еще и другим способом явил расслабленному важное доказательство своего божества. Словами «не согрешай более» он показал, что знает все прежде бывшее согрешение его, а потому следует веровать ему и относительно будущего. «Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его и есть и Иисус». Стих 15 Посмотри, как он и в этом случае сохраняет то же чувство признательности. Он не говорит, что Иисус есть тот муж, который сказал ему «возьми постель твою», потому что иудеи постоянно выставляли это на вид, как преступление. А он продолжает свое оправдание, объявляя своего исцелителя, стараясь и других привлечь и приблизить к нему. Он не был так бесчувственен, чтобы после столь великого благодеяния и увещания предать своего благодетеля и говорить это злым намерением. Если бы он был даже диким зверем, если бы был бесчеловечным и каменным, то это благодеяние и страх достаточны были бы удержать его. В ушах его еще звучала угроза, и потому он боялся, чтобы не потерпеть. Он говорил то, а они предполагали другое. Он говорил о теле своем, а они думали, что это сказано о храме их. Евангелист, замечая это, или лучше, исправляя мнение их, присовокупил. Он же говорил о храме тела своего. Стих 21. Так и здесь. Если бы Христос не делал себя равным Богу и не хотел доказывать этого, а только иудеи так думали, то евангелист исправил бы и здесь их мысль. И сказал бы, иудеи думали, что он делает себя равным Богу, а он говорил не о равенстве. Да и не один только этот евангелист в данном месте, но и другой, при другом случае, делает то же самое. Когда Иисус Христос заповедил ученикам, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской, «Они помышляли в себе, что не взяли хлеба». Матфея 16.6.7. Он говорил одно, называя закваской учение, а ученики подразумевали другое, думая, что он говорил о хлебах. Это исправляет уже не евангелист, а сам Христос. Говоря так. «Как не разумеете, что не о хлебах сказал вам, что не взяли?» Стих 11. «Здесь же нет ничего подобного». Но сам Христос, скажут, опровергает это, когда присовокупляет. «Не может сын творить ничего». Сам от себя. 5.19. Иоанна. «Нет, подлюбленный, он делает совершенно противное. Он не опровергает, а подтверждает этими словами равенство. Слушайте внимательнее. Это предмет немаловажный. Выражение о себе часто встречается в Писании и о Сыне, и о Святом Духе. И потому надобно понять силу этого изречения, чтобы не впасть в величайшие погрешности. Если принимать его так, как оно есть, и как с первого раза представляется, то смотри, какая выйдет отсюда нелепость. Да и он не сказал, что сын иное может делать сам по себе, а иное не может, но сказал вообще, не может сын творить ничего от себя». 247. «Спросим же возражающего. Итак, скажи мне, уже ли сын ничего не может делать сам по себе? Если скажешь, что ничего, тогда мы заметим, что величайшее благое дело он и совершил сам по себе, как и Павел восклицает, говоря к филиппийцам 2.6.7. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. И опять сам Христос в другом месте говорит, «Власть имею положить душу мою, и власть имею снова принять ее. Никто не берет ее от меня, но я полагаю ее от себя». Иоанн 10.18. Видишь ли, что он имеет власть над смертью и жизнью, и сам совершил такое великое домостроительство. «Да что я говорю о Христе? И мы люди, которых ничего не может быть немощнее, делаем многое сами по себе, зло избираем сами по себе, добродетели следуем сами по себе, а если не сами по себе и не имеем в том власти, то значит мы из-за грехи уже не будем ввержены в гиенну, из-за бродетелей не наследуем царствие». Итак, слова. «Ничего не может делать сам от себя» означает только то, что он не делает ничего противного отцу, ничего чуждого ему и ничего несообразного, а это еще более показывает между ними равенство и совершенное согласие. Почему же он не сказал, что ничего противного не делает, а сказал «не может делать», чтобы этим опять показать неизменность и совершенство равенства? Это выражение означает не бессилие его, а, напротив, свидетельствует о великой его силе, подобно тому, как и об отце Павел в другом месте, говорит Евреям 6.18. «Дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Также, если не веруем, он остается верен, ибо не может отречься самого себя». 2 Тим. 2.13. Здесь выражение «не может» отнюдь не означает бессилие, а означает силу, и силу неизреченную. Именно. Слова апостола имеют такой смысл, что существо божественное недоступно никаким подобным слабостям. Когда и мы говорим, что Бог не может грешить, то не слабость ему приписываем, а свидетельствуем о некоторой неизреченной его силе. Так, когда и он сам говорит «ничего не могу делать сам от себя», выражает то, что ему невозможно и не свойство не сделать что-нибудь противное отцу. А чтобы убедиться в точности этого смысла слов его, обратимся к последующим словам и посмотрим, чье мнение подтверждает сам Христос, наше ли или ваше. Ты говоришь, что это выражение исключает власть и свойственную ему самостоятельность, и показывает слабость силы. А я говорю, что оно означает равенство, неизменность и как бы действие одной воли, власти и силы. Итак, вопросим самого Христа и посмотрим из последующих слов его, по твоим ли мыслям или по нашим он изъясняет сказанное, что же он говорит. «Истинно истинно, говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо что творит он, то и сын творит так же». Иоанна 5.19 «Видишь ли, как он до основания не спровергает ваше мнение и подтверждает сказанное нами. Если он сам от себя не делает ничего, то значит и отец так же сам от себя ничего не делает, потому что сын делает все так, как отец. а если это не так, то выйдет и другая нелепость. Он не говорит, что он только то делает, что видит творящим отца, но если не увидит отца творящего, то и сам не творит, простирая силу слова на всякое время. И таким образом, по-вашему, будет, что он постоянно только учится делать то, что отец сделает. Видишь, как мысль его высока, а смирение в слове заставляет и самых бесстыдных невольно оставить уничиженные и совершенно несообразное с его достоинством понятие о нем. Кто же будет столь жалок и злосчастен, чтобы утверждать, что сын ежедневно учится тому, что ему надо одно делать? Как в таком случае будет истинное изречение? Ты тот же, или та твои не кончатся. Салом 101.28. Или Все им было, и без него ничто не начало быть. Иоанн 1.3. Если отец сделает, а сын, видя то, только подражает ему, видишь ли, как и вышесказанное, и послесказанное подтверждает его самостоятельность. Если же он произносит некоторые слова о себе в виде самоуничижения, не удивляйся. Так как иудеи, слыша высокое учение его о себе самому, гнали его, называли противником Божиим, то он несколько снисходит, только в образе выражения, потом снова возводит учение к высшим понятиям, затем опять обращается к уничиженным выражениям и таким образом разнообразит свое учение, чтобы сделать его и для неразумных удобоприемлемым. Вот смотри. Сказав, отец мой делает, и я делаю, и этим показав свое равенство с Богом, он говорит потом, не может сын творить сам от себя, если не видит отца творящего, ибо что творит он, то и сын творит тоже. И затем смирение. Отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше всех. Так что вы удивитесь. Стих 20. Видишь ли, сколько здесь смирения. Так и обычно ему. Что я прежде говорил, то не перестану говорить, и теперь скажу. Именно, что когда сын говорит что-нибудь о себе уничиженное и смиренное, тогда выражает это с некоторым преувеличением, чтобы и самая уничиженность выражений убеждала неразумных принимать в благочестивом духе, заключающейся в них мысли. А если это не так, то представь себе, как это было бы нелепо сказанное, судя по одним выражениям. И слов больше этого покажет ему дел, будет следовать, что он многого еще не знает, чего нельзя сказать и об апостолах. Они однажды, получив благодать духа, вдруг узнали и смогли сделать все, что надо было им знать и делать, а он окажется еще не знающим многого, что ему нужно делать. Может ли быть что-нибудь нелепо этого? Что же значит это изречение? Он исцелил расслабленного и намеревался еще воскресить умершего, потому так и сказал, говоря, как бы вот что. Вы удивляетесь, что я исцелил расслабленного? Больше этого увидите. Но так он не сказал, а выразился несколько смирений, чтобы укротить их неистовство. А чтобы тебе убедиться, что слово покажет, сказано не в собственном смысле, послушай, что еще далее он присовокупляет, ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Стих 21, 5 глава. А ведь слова «не может сам от себя творить ничего» противоположны словам. Что хочет? Если он живит, кого хочет, то без сомнения может творить сам от себя. Хотеть означает власть. Если же он не может творить сам от себя, то и не живит, кого хочет. Но слова «как отец воскрешает» показывают равенство силы, а слова «который хочет» – равенство власти. Видишь ли, что словами «не может сам от себя творить», не уничтожается власть, а напротив показывается равенство силы и воли. Та же, разумея, слова «покажет ему». И в другом месте он говорит «Я воскрешаю мертвую в последний день» Иоанн 6.39 И опять показывает, что он действует, не заимствуя силу от другого, говорит «Я есть воскресение и жизнь» 11.25 На что бы ты ни сказал, что он только мертвый воскрешает и оживляет, кого хочет, все же проще делать не так. То предупреждая и опровергая всякое подобное возражение, он и сказал «Как он творит, так и сын тоже творит, и тем выразил, что он делает и все то, что и отец». И так, как отец разумеет, разумеет ли здесь воскрешение мертвых или устроение тел, или отпущение грехов, или что-либо другое, все он совершает, так, как и отец его. 250 «Но ничему этому не внемлет не родящий о собственном спасении, таково зло, страсть к первенству перед другими. Она-то произвела ереси, она усилила нечестие еленов. Бог благоволил, чтобы невидимые свойства его были познаваемы из создания этого мира». Риминам 1.20 «А они, оставив это, и не восхотев идти путем этого учения, проложили себе иной путь, а потому и уклонились от истинного. Равные иудеи потому не веровали, что, домогая славы друг перед другом, не искали славы от Бога. Но мы, возлюбленные, будем избегать этого недуга всеми силами и со всей ревностью. Хотя бы мы имели бесчисленное совершенство, зараза тщеславие может погубить все. Итак, если мы желаем похвал, то будем искать похвал от Бога. Похвала от людей, какова бы она ни была, как скоро является, тотчас и исчезает. А если и не исчезает, то не приносит нам никакой пользы, а часто происходит и от превратного суждения. Что важно в славе от людей, которые пользуются и пляшущие юноши на публичных играх, и развратные женщины, и лихаинцы, и грабители. А прославляемые от Бога прославляются не с такими людьми, но со святыми, то есть с пророками, апостолами, показавшими в себе жизнь ангельскую. Если же мы желаем, чтобы окружала нас толпа народа, чтобы взоры ее были на нас обращены, то вникнем в сущность этого, и мы найдем, что это не имеет никакой цены. Словом, если ты любишь быть в обществе, то привлекай к себе сон ангелов, будь страшен бесом, тогда и не будешь нисколько заботиться о молве человеческой. Всякий блеск будешь попирать, как грязь и праж, тогда-то и увидишь ясно, что ничто так не делает душу бесславной, как славолюбие. Да и невозможно, никак невозможно, любящему славу не жить жизнью страдательную, а напротив, подавляющее себе славолюбие, не может не подавить вместе с тем и множество других страстей. Побеждающий эту страсть преодолевает и зависть, и сребролюбие, и прочие тяжкие недуги. Но как скажут нам преодолеть эту страсть? Преодолеем, если будем иметь в виду иную славу, славу небесную, которая земная силится лишить нас. Та слава еще и здесь прославит нас и будет сопутствовать нам в будущей жизни и освободить нас от всякого рабства плоти, которой мы ныне так бедственно служим, всецело предавшись земле и делам ее. Пойдем ли на торжище, войдем ли в дом какой-нибудь, будем ли в дороге или на пристани, в гостинице, или в странноприимном доме, на корабле, на острове, в царских чертовах, в судилищах или в гражданских советах. Везде увидишь заботу о делах временностей и житейских. Все и каждый об них только пекутся. И отходящие, и приходящие, в путь отправляющиеся, и дома остающиеся, плавающие, и землю возделывающие, находящиеся на полях и в городах, все вообще все. Какая же будет у нас надежда спасения, если живя на земле Божией мы не печемся о предметах божественных. Тогда как нам повелено быть здесь странниками, мы скорее странники для небес, а для здешних мест жители. Что может быть хуже такой бесчувственности? Слыша каждый день о суде и царстве, мы подражаем современникам Ноя и жителям Содома и ожидаем, чтобы у нас вразумили такие же опыты. А ведь о них все и написано для того, чтобы кто не верует в будущее, тот из событий прошедших получил ясные доказательства относительно будущих. Итак, помышляя о всем этом прошедшем и будущем, отдохнем хотя немного от этого тяжкого рабства и сколько-нибудь позаботимся о душе своей, чтобы достигнуть и настоящих и будущих благ. Благодатью человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.